Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Сегодняшнее заседание посвятить великому воину, имя которому Тамерлан. И мне бы хотелось, конечно, услышать в первую очередь ваши ощущения, ваши впечатления, потому что вы бывали и на родине Тамерлана, и на его могиле. На самом деле, Тамерлан – это не имя. Тамерлан – это кличка, прозвище. Его имя – Тимур. А Тамерлан или Тамерленг – это железный хромец. Он в юности был ранен коленную чашечку стрелой и всю жизнь прихрамывал, за что его так и прозвали. И, в принципе, он любил это прозвище – железный хромец. Само Тимур – имя, да, железный, крепкий. И Тамерлан, Тамерленг – железный хромец. А откуда он был родом? Он происходил из монголов, но не из золотой семьи Чингисхана. Он не был чингизидом и не имел права на власть в Орде. А из рода Барлас. Его еще звали Тимур Барлас. Барлас – это одно из монгольских племен, которое поддержало Чингисхана, когда он боролся за власть великой степи. Ну, то есть, правильно понять, что Орда – это народ? Нет, Орда – это не народ. Орда – это государственное образование. У нас в русском языке неправильно понимают Орду. На самом деле, Орда и Орден – это однокоренные слова. Суть – это порядок. Орда – это упорядоченная военная организация. То есть, да, государственное образование. Военное государственное образование. И получается, что только один клан, только один род, золотой род чингизов, имел право управлять этим государством. В Орде, а потом в ее частях, ведь большая Орда довольно быстро распалась, в любом улусе Орды ханом мог быть только потомок Чингисхана. И не только Чингисхан от кого-то там, а потомки Чингисхана от его старшей жены Борти. Только они. Она родила ему четырех сыновей. Джучи, Чагатая, Угудея и Талая. И улусы так и назывались. Чагатайский улус – это Средняя Азия, где будет править Тимур Томерлан. Улус Джучи – это Золотая Орда, где правили Джучиды, Баты и его потомки. И так далее. Слушайте, а он был из богатой семьи? Потому что налицо амбиции, налицо осознавание того, что ты не случайно рожден на свет. Или все-таки нет? Или все-таки бедняк тоже мог? Он был из знатного рода. Он получил хорошее образование. Давайте вспомним, что собой представлял чагатайский улус в XIV веке, время правления Тимурлана. Большая Орда распалась. Как любая большая империя, с неизбежностью распадалась. И монголы, которые при Чингисхане были очень веротерпимыми, им было все равно, во что верить человек. Сам Чингисхан говорил, у бога много пальцев на руках, и каждый придет к нему своей дорогой. Удивительная веротерпимость до XIII столетия, надо сказать. В Европе была введена инквизиция, шли альбегойские войны. Удивительная терпимость. И это импонировало людям. Веру нашу не трогайте, сказали русские, мы за вас будем. И, в общем-то, довольно мягкое было правление. Но потом кочевники попадали под очарование мировых религий. И прежде всего под очарование ислама. Когда они завоевали харизм, государство харизм-шахов, они увидели прекрасные города, которые превратили в груду дымящихся развалин. Были очарованы этой культурой, и дети знати воспитывались харизмийскими учеными. А харизм подарил миру много великих умов. И постепенно они стали принимать ислам. Вообще, ислам словно создан для кочевников. Эта великая религия родилась, по сути, в кочевой среде. Пророк Мухаммед, основатель ислама, да храните его Аллах и приветствует, говорил, «Я больше араб, чем все вы. Я происхожу из клана Курайша. А вскормило меня не менее славное бедуинское племя Бонусаат. Он детские годы провел в бедуинском шатре среди кочевников». Да, мне странно, что, скажем, многие монголы приняли буддизм, рафинированную философию из Индии. И не самую простую. Да, очень сложную. И, в общем-то, сейчас монгольский мир – это буддийский мир. Но большинство кочевников принимали ислам. Хорошо, а тогда все-таки, как вы считаете, откуда амбиции? Откуда идея особого предназначения? Или я ошибочно предполагаю, что она была у него? С детства Тимур был необычным. Вы знаете, кто-то объяснит это кармой, кто-то генетикой, что, по сути, не меняется смысла. Рождаются яркие дети, непоседливые, которые хотят больше, чем обычные сверстники. Таким был и Тимур. Тимур понимал, что просто быть беком, правителем маленького уезда – это не то, ему тесновато. Он с юности ввязывался во всякие авантюры. Что только не происходило. Он сражался. Он с другом просел в яме много дней. За что его туда упекли? Ну, тоже все сражался за то, чтобы что-то получить. Была неразбериха. Если бы случайно купец его тут не вытащил, один проезжий, не было бы никакого Тимура Тамерлана. Он был очень способным и очень энергичным человеком. Слушайте, а для того времени это было, в принципе, необычно? Или, может, та народность вся такая была, неусидчивая, живая? Ну, вообще он происходил из монголов. Монголы правили половиной мира. Вот, они все были энергичные. Но среди этих энергичных он был самым энергичным. Хорошо. Слушайте, а как он все-таки рос? Ну, давайте я расскажу немножко про Чикатайский улуз. Так. Как орда стала мусульманской? Хан Беркет в Золотой Орде был тайным мусульманином. Хан Узбек уже официально произвел ислам государства религии Золотой Орды. А в Чикатайском улузе это произошло раньше. Все-таки они жили в мусульманской стране. Все подданные были мусульманами. Они приняли ислам, не отказавшись от власти. Хотя, по закону Чингисхана, не только его потомок от старшей жены, но человек, который оставался в вере Чингиса, мог занимать престол. Дело в том, что у монголов, это идет еще из тюркского каганата, из державы Хунну, древнейшей кочевой империи, хан или каган был приводником воли неба. Если он был хорошим приводником, государство процветало. Если плохим, ему штрог на шею накидывали души или избирали нового. Ханы выбирали. Все просто. Конечно. Причем, к переиздеванию хана могло привести климатическое бедствие. Скажем, если землетрясение, ничего страшного. Небо за это не отвечает. Вот если ураган или молния кого-то убило. То, за что отвечает все-таки небо, да? Да. Хана могли свергнуть. И вера Чингиса – это тенгрианство. Сейчас мы мало про него знаем, древняя религия степи, красивая религия. Но Чикатайский улус стал мусульманским. И Тимур Тамерлан воспитывался мусульманскими учеными. Он прекрасно знал Коран. Он цитировал мудрецов арабского мира. Он был блестяще образованным человеком. И он был фанатичным мусульманином. Как он к власти все-таки, точнее, как он добрался до власти, если не имел права по рождению? Он придумал гениальный способ, как управлять людьми. Он не призывал всех под свои знамена, как Чингисхан, своей харизмой. Он был очень расчетливым человеком. Сила в нем была колоссальная. Но он все рассчитывал. И он воинам говорил, я вам заплачу. Его армия была армией наемников. Причем профессионалов высочайшего класса. Еще не любого брали. Экзамен нужно было сдать. Он набирал лучших. И обещал им зарплату, когда они что-нибудь завоюют. Ну, а как они им верили? Вот я пришла к тебе в УЛУС и говорю, слушай, пойдем, я тебе заплачу. Много заплачу. Расписываю. Я красноречива. Но люди же тоже не дураки. До этого он уже стал править Чагатайском УЛУСе. То есть репутация себе наработала. Да, репутация уже была. Нелегкая была юность. Очень тяжелая. Много раз был на волосок от гибели. Но потом он, как математик, рассчитывал все до деталей. Он пойдет в такую-то страну. И он создавал буквально рекламный проспект. Ребята, кто пойдет со мной, получит столько-то золота, серебра, мехов, женщин и прочее. Вы знаете, он ни разу не ошибся. Слушайте, здорово как. Действительно реклама тут. Есть и крюки, и боль клиента. Все на свете. В армии был идеальный порядок. И он планировал и воплощал всегда. Ни разу не обманул своих солдат. Так. И до власти как добрался? Когда он стал править, он называл себя эмир. Эмир – это военачальник. Он говорил, нет, нет, что вы. Я не правлю улусом. Я не нарушаю закон великого Чингисхана. На трон он посадил мальчика. Из потомков Чингисхана, закону наследника, умственно отсталого. Тот сидел всем улыбался и был официальным правителем Чагатайского улуса. Ну, а все понимали, кто правит? Железный хромец Великий Тимур. Он совершал походы, блестящие военные экспедиции. И был очень жестоким человеком. Апофеоз войны Верещагина. Ой, я об этом еще поговорю, Дань. Это Тимур Тамерлан. Да, да, да. Если город не сдавался, не щадили никого. По разнарядке войны приносили для того, чтобы посчитать. Отрезанные головы. Причем отдельно складывали пирамидки детских, женских и мужских. Чтобы посчитать всех тех, кто не подчинился. И эти пирамиды голов украшали всю Среднюю Азию, не только ее. Вот Тимур Тамерлан. Неимоверно жестокий. Хладнокровный. Как он хладнокровно рассчитывал за воевание. Хладнокровный шел к властям. Также хладнокровно уничтожал население целых стран, если они не сдавались ему. Давайте для слушателей напомню, что картин Василия Верещагина. Апофеоз войны. Груда черепов. Что-то напоминающее пустыню. На фоне разрушенного города, обугленных деревьев, среди степи, действительно так. И вороны. И вот вначале это полотно называлось «Торжество Тамерлана». Именно так. Но посвящено оно было, знаете, такое достаточно позитивное посвящение всем великим войнам прошлого, настоящего и будущего. Но оно всегда, и мне кажется, на всех нагоняет ужас. А откуда у него эта жестокость? Это какая-то детская травма, что ли, у него? Или воспитание вот такое? Я думаю, все вместе. На самом деле человек, когда приходит к власти, он меняется. Власть меняет человека. Он получил власть после тяжелой борьбы. Шла неразберика. Беки шли на беков, резали друг друга. И он чудом. Ему повезло. Он видел в этом волю Аллаха. За счет своих талантов пришел к власти. И он понял, что удержать ее в этом безумном 14 веке можно только силой и расчетом. Он понимал свои сильные стороны. Он был гениальным стратегом и прекрасным математиком. И вот ужас деяния Тамерлана в холодном расчете. Он приговаривал целые народы к уничтожению, просто рассчитав прибыли. Такой же жутью веет от деяний фашистской Германии. Да, да, да. Разберемся в этом психологическом аспекте и поговорим дальше про жизнь Тамерлана. На ком женился, кого после себя оставил. Ему же что-то хорошего сделал. А это действительно так и есть. Константин Куксин, этнограф, директор Музея кочевой культуры. Действительно член географического общества. Не отключайтесь. Это Мария Баченина и это Тамерлан. О котором рассказывает нам действительно член русского географического общества. Этнограф, директор Музея кочевой культуры Константин Куксин. И я все-таки хочу подвести к тому, на ком же он женился, чтобы проникнуть во власть, когда он уже понял и рассчитывать научился. И завоевал какие-то, я не знаю, там земли и начал править. Сколько я знаю, Тимур Тамерлан все-таки опирался на законного наследника. А вот на того мальчика. Да, да, да. Потом он породнился чингизидами, и уже его потомки правили официально. Сам он не был, никогда не говорил, что он хан, ни в коем случае. Он просто эмиль. А вот это кучи горы, то есть кучи трупов, горы сложенные аккуратно, черепов. Это его ноу-хау или это не он придумал, а кто-то до него? Обвиняли Чингисхана в том, что он был очень жестоким. Ну, последние данные говорят, что это не так. Да, монголы уничтожали целые города, если они не сдавались. Но такой вот расчетливой жестокости не было. Не было в этом математике. Была война. И монголы говорили, за удаль в бою не судят. Да, и уважали павших героев, и даже живых героев уважали. Да, и своих врагов уважали. Нам это из фильмов очень хорошо знакомо, да. Не было. Да, была война. Просто мир был жесток в то время. Но Тамерлан прославился вот этим расчетом. Женщины его любили? Он вообще красивый был? У нас же Чингисхан непонятно какой, а Тамерлан-то понятно какой. Тамерлан, да. Есть реконструкция Герасима, кем он был. Я не скажу, что его сильно любили. То есть не было таких романов, как у Чингисхана с борта? Он сам любил. Он любил. Не знаю, я не могу взглянуть в сердце Биби Хану, его любимой жены, которым построил огромный мавзолей. Я думаю, он любил. Умел любить, по-своему любить. Но его главной любовью была даже не власть. Он видел свое предназначение как меч ислама. Свое предназначение Тимур Тамерлан видел в том, чтобы возродить величие древнего харизма. Великого мусульманского государства, которое разрушил Чингисхан. Его нельзя сравнивать с Чингисханом. Да потому что у них противоположные цели получился. То, что Чингисхан разрушил, он хотел восстановить. Те колоссальные средства, которые он получал в своих походах, в завоеванных странах, десятки тысяч пленников, рабов, мастеров, которые он привозил в свою страну, служили одной цели – возродить величие харизма. Своя страна. Расскажите об этом. Что это за страна и что он для нее сделал? Потому что это вот такой жирный плюс на другую чашу весов. Пожалуй, да. Не случайно в Узбекистане, а это страна Тимура Тамерлана, он изображен на купюрах. Там он национальный герой. Там все знают Тимура Тамерлан и гордятся им. Забытая его жестокость, его походы, помнят то, что он сделал. Он все вкладывал в архитектуру, в науки, в искусство. Страна при нем расцвела. То есть понимал, что за этим будущее. Он построил великолепные комплексы. Самарканд, Бухара, Хива вновь засияли великолепием. Города, превращенные в руины Чингисханом, засияли так, как никогда прежде. Я побывал во многих мусульманских странах. Но вот того изящества, той гармонии и красоты, которые есть в постройках времен Тимура Тамерлана, это и медресе, и мечети, и мавзолеи, я больше нигде в мусульманском мире не встречал. Его государство – это жемчужина в великолепном исламском ожерелье, которое добро сошло на планете. Он же принимал эти результаты строительства. Более того, он сам утверждал проекты. Он этим буквально руководил. То есть вкус у человека был. Ещё какой. Вот. Понимаете, что у меня в голове не укладывается? Любовь к искусству, высочайшего уровня эстетическое восприятие, и тут же коварная, холодная жестокость. Гитлер обожал Вагнера. Ну, ладно. Я с этим не могу поспорить, потому что… Иногда это бывает. Да. Это бывает, да. У него был утончённый художественный вкус. Он писал прекрасные стихи. О, как, даже так. Он мог поспорить с мудрецами в каких-то основах ислама, прекрасно зная Коран и шариат. Он мог толковать Коран. Он был очень умным человеком. Самое его значительное завоевание, самое важное. Самая важная война – это война с турецким султанатом против султана Боязида. Схватились две сверхдержавы, и обе мусульманские. Вот. Причём Тамерлан вёл за собой нынешних узбеков, а это, по сути, осколок персидской державы. Угу. А у султана были турки. Но и там, и там были тюркские языки. Они были похожи, они были мусульманами, но схватились за власть в мире. Говорят, на поле боя сошлись султан Боязид и Тимур Тамерлан. И на знамени Тамерлана было изображено три пересекающихся круга. Эту эмблему вы видели на эмблеме Рерихов. Это прошлое, настоящее и будущее, соединённое воедино. И султан Боязид воскликнул. Как смел ты, эмир, полагать, что тебе принадлежит прошлое, настоящее и будущее, что ты держишь в руках само время. Кто-то вообще присвоил себе луну, ответил Тимур Тамерлан. Сострил в ответ. У него вообще было прекрасное чувство юмора. Всем известна история, как однажды к нему привели великого поэта Хафиза. Хафиз был дервишем, он был нищим, бородился, читал стихи, любил женщин. Но женщины требовали денег. И однажды Хафиз познакомился с красавицей в городе Ширас. И та спрашивает, ну у тебя деньги-то есть за мои услуги? Тот говорит, понимаешь, денег у меня как раз нет, а хочешь, я тебе стихи сочиню? Она говорит, давай, никто мне стихов ещё не посвящал. И он разразился стихами. О, красавица Шираса! И самаркан ты Бухару! За родинку твою одну отдать готов я. Историю умалчивает, что у Хафиза было с этой женщиной. Но известно, что стихи достигли ушей грозного Тимура Тамерлана. Он велел схватить Хафиза и бросить перед своим троном. И вскричал, как смел ты, нищий бродяга, два моих самых красивых города, на украшения, которых я потратил всю свою жизнь, отдать за родинку этой потаскухи. И Хафиз ответил, о, владыка, вот из-за такой моей щедрости я и живу в такой нищете. Тамерлан расхохотался, снял свой дорогой парчёвый халат, надел на плечи поэта и вытолкал его вон. Да уж, интересно. Ну, слушайте, про проклятие ещё. Вот противоречие. Это даже не обсуждается. Медаль, у него всегда две стороны, но здесь... Он был противоречием человеком. Нельзя говорить, что он был просто тираном. Нельзя, нет, нет, я не пытаюсь. Нельзя говорить, что он был основателем государства и новой культуры. Да, и гуманистом. И гуманистом он точно не был. Кстати, насчёт гуманизма. Чем закончилась война с Турцией? Естественно, Тамерлан, опираясь на профессионалов, одержал победу, как он всегда одерживал победы. Султана Боязида он захватил в плен и использовал в качестве подставки для ног. Живого? Да, живого. Тот на коленях стоял, на четвереньках, и Тамерлан на него ноги ставил. Пока не надоело. Потом казнил. Какой ужас. Гуманист. Мне кажется, это такая, знаете, даже не точка, а многоточие, потому что обязательно ещё раз встретимся в передаче данных с этнографом, директором Музея кочевой культуры, с действительным членом Русского географического общества. Константин Коксин сегодня был у нас в эфире. Спасибо вам большое. Это передача данных. Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас этнограф, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества Константин Коксин. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Чингис Ханты Муджин, сын Ясугей Богатура, если я ударение все правильно ставлю, и Тимур Ивантарага из племени Барлас. Оба были великими полководцами, непревзойденными завоевателями. Под тяжестью их армии содрогалась земля, а противники бежали, только услышав их имена. Ну, не всегда, конечно же. Так сказать, оба были хороши. Но вот кто же круче, в конце концов, я решила поставить именно такую задачу сегодня перед Константином. Отлично. О чем то, что да, Тимур Тамерлан был прекрасным полководцем, гениальным тактиком и стратегом. Чингис Хан не имел таких талантов. У Чингис Хана вообще не было талантов, кроме одного. Как сказано в монгольском предании Нуц Товчо, у него глаза были как огонь и лицо как заря. Ему служили не за страх, а за совесть. Его любили. Наверное, это единственный лидер, которого ни разу не предали. Ни разу. Ему служили и друзья детства, и вчерашние враги. Он очаровывал людей. И он находил и талантливых полководцев, таких как Субудая, например, и талантливых менеджеров, таких как Юлию Чуцай. Он государственник. Конечно. Чингис Хан был признан ЮНСКО человеком тысячелетия, как самый гениальный менеджер человечества. Потрясающе. А вот Тамерлан, да. Тамерлан был расчетливым экономистом и профессиональным воином и полководцем. В этом их разница. Ну и еще по масштабам. Конечно же, Тамерлан не может быть сравним по масштабам завоеваний с Чингис Ханом. А почему? Ему жизни не хватило? Чего не хватило ему? Ему не хватило масштабности мышления. Чингис Хан завоевал, потом его сыновья и внуки, пятую часть обитаемой суши планеты. Вот смотрите, после Чингис Хана продолжили его дело, его сыновья и внуки. Да. А после Тамерлана все сошло на нет. Все сошло на нет. Такого таланта уже не было и остался маленький его Улуз, где правили потомки. Хотя надо сказать, что внук Тамерлана, Улукбек, вот, пожалуй, наверное, самое ценное, что дал миру Тимур Тамерлан. Он же ученый. Он был гениальным ученым. Он построил точнейший секстант. Он сохранился в наших дней. Ну, его нижняя часть. Он разработал такие карты звездного неба. Он так все это изучил. Да по ним сейчас можно спутники запустить. Ну, когда родился дед, его застал или он дед? Да, застал. Застал. А что ему голову-то отрубили? По-моему, по его могиле же не поняли ученые, что пришли туда. Он построил лучшую обсерваторию того времени на планете. Он написал прекрасные труды. Он был гуманистом, в отличие от деда. Вы представляете, внук, в отличие от деда, гуманист. И что вы думаете? Фанатики мусульмане его и убили. За что боролись, на то и напоролись, гласит русская народная пословица. Почему чаще всего, если я, конечно, не заблуждаюсь, это вы прокомментируете, Чингисхан и Тамерлан в умах обывателей рядом? Потому что они оба азиаты, они оба монголы, что-то завоевывали, крушили и всех убивали. А, ну, объясним, да. Ну, даже вот песня группы «Мельница» «Двери Тамерлана». Она же на самом деле не о Тамерлане, а о его главном враге Тахтамыше. Ну, про Тахтамыше никто не помнит. Давайте мы сейчас вспомним про Тахтамыше. Много с кем воевал Тимур Тамерлан. Он ходил и на Русь, и в Индию. Сокрушил турецкий султанат, был великим полководцем. Но был у него главный враг, его родственник, законный хан Сиди Орды Тахтамыш. Тахтамыш – красавец. В отличие от расчетливого Тамерлана, он скакал впереди войска, вдохновлялся своими подвигами, сражался, был прекрасным всадником, любимцем женщин. И вот, пожалуй, Тахтамыша можно сравнить с Чингисханом. Тахтамыш был продолжателем дела великого Чингисхана. Он хотел одного – не создать эту гигантскую мусульманскую орду, как делал Тамерлан, а возродить державу Чингисхана, объединить именем своего предка. Не религией, а именем. Все эти рассеянные улусы. Только вот талантов парню не хватало. Так вот, Тахтамыш начал войну с Тимуром Тамерлан. Естественно, он ее тут же проиграл. Ну что сделают вольные свободные степняки против профессиональной армии наемников? Но поскольку он был родственник, тому же законный наследник Чингисхана, Тамерлан взял его в плен, поселил у себя в Самарканде, говорил, ну что ж ты, дорогой мой, ну ты же мне как сынок, ну поживи, поучись. Тот пожил, поучился. Потом говорит, папа, я так по маме соскучился, можно я в степь съезжу? Говорит, поезжай. Ну ты уехал в степь, собрал армию и опять напал на Тимура Тамерлана. И опять был, конечно же, разбит. Тамерлан говорит, Тахтамыш, сынок, что ж ты творишь? Зачем тебе это? Ай, шайтан попутал, сказал Тахтамыш, я не хотел, папа случайно вышла. Ну и потом то же самое, говорит, я что-то затасковал здесь в городах, хочу ковыльной степью подышать, я съезжу к маме. Съезди, сказал Тамерлан. Тахтамыш опять собрал армию. И тут терпение Тамерлана лопнуло. Огромное профессиональное войско двинулось в степь. Подобно Чингисхану, Тамерлан пересекает пустыни Средней Азии весной, когда они превращаются в цветущие сады, и обрушивается на степняков. Да, воины Тахтамыша сражались за своих красивых жен, табуны лошадей и ковыльные степи. А против них были наемники, профессионалы, которые сражались за деньги. И профессионалы победили дилетантов, как обычно и бывает. И что стало с Тахтамышем? Тахтамыш? Тахтамыш, потому что бежал, нет, нет, он скрылся. А потом погиб на какой-то безымянной сибирской речке в схватке то ли за женщину, то ли за лошадь. Вот так бесславно. Найдя достойный конец степного батыра. Да, он все-таки был не Чингисханом. Нет, к сожалению. Слушайте, вернемся к двум личностям. Чингисхан versus Тамерлан, выражаясь таким современным языком. Уважаемые слушатели, сравним сегодня двух великих людей, несмотря ни на что, они оба великие. А если на одну чашу весов положить легенды, проклятия, мифы, и на другую чашу, чья перетянет? И какой самый ваш любимый миф или легенда? Про Чингисхана гораздо больше мифов и легенд. Но все-таки и держава его была больше, и во многих странах побывали воины Чингисхана. Но все-таки от Чингисхана не веет ужасом, как от Тамерлана. Давайте расскажу вам о коллизиях политики XIV века. Устраивайтесь поудобнее, друзья. Мамай не был ханом. Он так же, как и Тимур Тамерлан, происходил из знатного монгольского рода, но не Чингизидом он был. И ханом он себя не называл. Он так же поставил мальчика Чингизида, его прямо с Тамерлана копировал. И сказал, что, ребята, поскольку в этой большой заметне 10 лет в ардине разбериха была борьба за власть, мы перебили всех законных ханов, вот один непутевый остался. Я же талантливый человек, вы меня знаете, я прекрасный полководец, я темник, то есть командую туменом, у меня 10 тысяч сабель. Я, пожалуй, справлюсь с управлением государством. И многие монголы его поддержали, сказали, ну пускай, Мамай правит, коли законных не осталось. А некоторые сказали, нельзя нарушать заветы Чингисхана. Есть же законные. Я правил послов к Тахтамышу в Сибирь, в Синюю Орду. Будь нашим ханом. Вот тут у Тахтамыша-то прям все взыграло. Это же почти воплощение его мечты. Он объединяет Синюю Орду, Золотую Орду. И вот-вот-вот почти держава Чингисхана. И он согласился. И Мамай, и Тахтамыш искали союзников. И искали их среди русских княжеств. Скажем, известно, что Олег Рязанский поддержал Мамая. А Дмитрий Московский, благословение Сергия Радонежского, Тахтамыша. Там еще был важнейший политик, это митрополит Алексий, который был главным действующим лицом. В то время московское княжество было теократией. Правили священники. Князь так войском командовал. Кстати, Дмитрий Донской настолько не любил митрополита, что не пришел к нему на похороны. Ну, а духовником митрополита был Сергий Радонежский. Какой человек. И именно они и убедили Дмитрия, что надо поддержать законного хана. Сергий говорил, если поддержим мы Мамая, завтра другой придет, третий, нам Орда нужна стабильная. Понимаете? Русь зрела под крылышком Орды. Мы уже сами с Иваном Калиты собирали налоги, Орды на сюда не вмешивались. Русь зрела, чтобы стать великой Россией потом. И нам нужна была сильная Орда, которая нас от всех прикрывала. Поэтому поддержали русские. Москва, прежде всего, поддержала Тахтамыша, законного хана. Кто победил? Ну, все знают итог Куликовской битвы. Это вовсе не битва за освобождение Руси от Ига. Это участие русских, причем с двух сторон, в крупнейшей гражданской войне в степи. В борьбе за власть между Мамаем, незаконным правителем, и Тахтамышем, законным правителем. Друзья мои, вот что случилось, когда Тамерлан направил свои стопы и пути в нашу с вами сторону. Мы узнаем буквально через несколько мгновений. Это передача данных. Мы возвращаемся и рассказываем достаточно смелую историю. Мы сравниваем Чингисхана и Тамерлана. Без врагов, друзей, последователей не обходится, конечно же. И в студию у нас этнограф, директор Музея кочевой культуры, действительно член русского географического общества Константин Куксин, остановились на том, что Москва, Московское княжество поддержало врага Тамерлана, то есть как законного наследства Чингисхана. И вот тут появляется на арене Тамерлан супротив нас. Правильно все? Тамерлан ведет свое непобедимое воинство против Москвы. А что, ни одного проигрыша еще не было? Нет. Ну класс. После его непутевой юности, где он в ямах сидел, он больше не проигрывал. Как Чингисхан. Как только он покончил с войной в степи, он больше не знал поражения. И вот войско Тамерлана идет на Русь. Тахтамыш где-то скрывается, орда нам не помогает, Москва под ударом. А мы предупреждены, то есть не было такой возможности внезапно напасть? Ну просто да, все знали. Ходоки же были. Потом он же брал города, когда он взял Елец. И если бы его проект завоевания Руси осуществлен был, Тимура Тамерлана, а нас бы вспоминали как о печенегах или скифах. Потому что здесь бы тоже был апофеоз войны, вот эти горы из черепов. А учитывая, что русские не сдаются, сражались бы до последнего, не осталось бы ничего. Ну либо же остатки, сокрушенные Тамерланом, Руси были завоеваны Западной Европой, прежде всего Литовским княжеством, которое только и смотрело в эту сторону. И вот Тамерлан идет, и тогда русские понимают, что больше спастись никак от него нельзя, несут Владимирскую Божью Матерь. А тогда уже была знаменитая икона. Да, крестный ход. И что вы думаете? Когда на Руси крестный ход, Тамерлан спит в шатре, и тут ему является дева с младенцем на руках и говорит, не ходи туда, это мой народ. Он тут же зовет толкователей снов, и тебе говорят, это явилась дева Мариам, мать пророка Исы. Она заступница русских. Не ходи. И он фанатично верующий мусульманин. Ну, а Исаи Мариам, это мусульманский пророк, Иисус Сын Марии, разворачивает войска и ведет их в другую сторону. Вот и слабо верится. Не то, чтобы я сейчас вам не верю, просто действительно, ну, руками разводишь и говоришь, да ладно. Откуда мы вообще знаем всю эту историю? Да. Сохранились документы, рекламные проспекты Тимура Тамерлана. О, мои воины, вы получите соболины и меха, жемчуг речной и мягких, словно перей русских женщин. Рекламка была сделана. Неплохо так. Но в итоге ничего этого они не получили. И ушли ни с чем. Ушли ни с чем, но он направил свои стопы дальше в другую страну, воевать там, чтобы людям заплатить. Он был вынужден постоянно продолжать походы. Он не мог остановиться. Чтобы содержать армию. Хорошо. Чтобы содержать армию. А если о женщинах говорить, давайте рассмотрим любовь Тамерлана и любовь Чангизхана. Его жен и, самое главное, любовь жизни каждого. Тамерлан все-таки женщины не занимали главной в его жизни. Да. Я так и знала. Я так и думала. Он любил. Ну, когда она умерла, возник прекрасный мавзолей. Старшая жена. Да, старшая жена Биби Ханум. Ее развалины, поражают и сейчас воображением в Узбекистане. У него было много наложниц. Это как у любого мужчины, который имел власть в то время. Но все-таки Чангизхан, да, он любил свою Бортию. Это же великая история любви. Великая история любви. Во сколько лет они познакомились? Они познакомились, ему было 9, ей 10. Вы представляете? И сколько она его ждала? В степи это... Вообще не понимали, Она ждала его 10 лет. 10 лет, когда каждый готов был на ней жениться. Приезжали к визе, или с заборами, да. Потрясающая история. Потрясающая. Она дождалась. Ну и стала великой женой. Великого человека. Да. Она же имела большое на него влияние. После того, как они сыграли свадьбу, через месяц ее украли меркеты. Да, мы знаем, что непонятно, чей первый ребенок был. И Чингисхан, вот, наверное, это его первый настоящий поступок. Великодушный, правда? Великий поступок. Он, вопреки законам степи, где женщина была вещью, приходил из рук руки, ему все говорили, даже друзья, ну зачем, вы найди другую. Говорит, нет. И его фраза, сказанная ей, когда они расставались, я найду тебя, была такой же клятвой, как ее фраза, сказанная в детстве, я дождусь тебя. И он собрал сорокатысячную армию, освободил любимого. Вы что-то за женщину? И ни разу не попрекал ее в том, что, возможно, ребенок не его, она же была наложницей Меркизского хана. А сколько она лет у хана была? Это быстро делалось? Войско собрать? Ну, смотрите, если она на обратном пути родила, из земель Меркизов, это при Байкалье, ну, месяцев 8-9. В общем, минимум год там получается, можно думать об этом. И все-таки Бортия не была единственной женой Чингисхана. И не единственной его любовью. Хотя, может быть, самый большой. Вообще, чтобы понять Чингисхана, нужно понимать, что он менялся в течение жизни. Ну, как и все мы, я полагаю. Конечно. Он в конце жизни стал очень жестким человеком. Очень жестоким человеком. Стал бояться смерти. Кто более жестокий? Он или Тамерлан? Тамерлан. Ну, что считать жестокостью? Скажем так, по количеству убиенных людей, конечно, Чингисхан превосходит Тамерлан. Потому что больше захват. Рабы были гораздо больше взрывательных походов. И прожил дольше. Ну, а вот по расчетливости, этой жестокости расчетливой, да, Тамерлан, когда он такие вот машины смерти запускал, приговаривал народ, уничтожал его. А как он уничтожал народ? Просто закалывали сабли или расстреливали из лука? Головы отрубали. Головы рубили. И потом пирамиды складывали. Не, ну, это мы видели на картине Верещагина. Просто никто же не задумывается, действительно, как... Это же... Скажем так. Надо умудриться, столько людей убить. Оба они, добряками не были, но тот век называют жестокий век. Вы думаете, на Руси было лучше? Не, я только... Вы как все закосняли. То же самое. А что в Европе творилось, страшно представить. А если рассмотрим с одной стороны физическую силу и силу духа одного героя и другого, о ком можно сказать, кто выигрывает? Скажем так. Чингисхан все-таки брал своей харизмой. Своей харизмой, своей энергетикой. И он не был так образован, как Тамерлан. Он не умел, кстати, писать. Вообще. И сдал только монгольский язык. Есть забавная история. Однажды к потомку Чингисхана пришел один арабский купец и говорил, о, мне явился дух вашего отца и сказал, что он велит мне стать казначеем империи. А на каком отце папа говорил с тобой? На каком языке, да? Спросил, по-моему, Хубилай это был. А, не Хубилай, Угдей. Он говорит, ну, конечно же, на арабском. Отрубите ему голову, сказал Угдей. Папа знал только монгольский. Слушайте, ну, а Тамерлан, он же переписывался даже с французскими политиками. Он знал несколько языков, он был блестяще образованным человеком. Даже не верится в это. Хорошо. Образование не мешает уничтожать целую народу. Не-не-не, я в этом не сомневаюсь, просто мне сложно представить человека облика Тамерлана, который изъясняется на французском языке. Вот это какая-то нескладушка в моей голове. Насчет французского я не уверен, что он знал его. А вот персидский, арабский, конечно же, в совершенстве. А, языки более близко по духу группе. А наследие? Давайте сравним. Наследие. Наследие Чингисхана это величайшая держава, которая пережила его на много десятилетий, даже столетий. А если говорить про остатки большой орды, так они существовали на последнее-то крымское ханство, покоренное только в 18 веке. Вот инерция Чингисхана. Чингисхан был человеком, который провел первую глобализацию в истории человечества. В Монгольской империи был введен дресс-код. Нужно было ходить всем в монгольской одежде, по крайней мере, на прием к хану. Была введена единая система письменности на пятой части обитаемой суши планеты. Были построены первые банки, введены бумажные деньги. Представляете, 13 век бумажные деньги. Люди настолько доверяли власти, что пользовались бумажками. Нет, все это изобрели китайцы, но внедрили монголы. Это была монголосфера, это была гигантская империя, самая большая континентальная империя в мире. Вот итог работы Чингисхана. А у Тамерлана? А у Тамерлана это прекраснейшие города, жемчужины исламского мира, Самарканд, Бухараев, любимые города. Хотя он строил не только там. Постройки Тамерлана узнаются. Утонченные, изысканные, сохранившиеся по сей день. Изящные, да. Это завывательные походы, это реки крови, пролитые во многом ради амбиции, ради украшения его страны. Наследие Тамерлана, его держава же распалась. Его сыновья и внуки правили вновь небольшим улусом. А вот если говорить про потомков, остались на сегодняшний день потомки одного и другого? Да, разумеется. Разумеется, есть. И многие люди в Узбекистане гордятся, что в их жилах течет кровь великого Тамерлана, великого Тимура. Ну, а монголы каждый второй возводят себя к Чингисхану. Я не сомневаюсь. Потому что все хотят прикоснуться к величию. Потому что народ такой свободный они. Потому что степени внесутся в дом. Оба были велики. Но мне ближе Чингисхану. Это заметно. Спасибо вам огромное, Костя. Ну, как всегда, красноречивый, интересный, вы большой рассказчик. Спасибо. Это Ногров, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества Константин Куксин. Передача данных завершена. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.